На этом уроке мы рассмотрим дебют ферзевых пешек. Так называют все системы, начатые ходом ферзевых пешек, где белые отказываются от раннего c2, c4. У черных здесь больше возможностей для уравнения игры. Первый ход. Белая пешка d2 на d4, черная d7, d5. Мы рассмотрим шесть вариантов игры, которые будут отличаться вторым ходом. Итак, первый вариант. Белые делают ход слоном c1 на поле g5. Так называемая атака Левицкого, где черные атакуют слона пешкой h7 на h6. Слон уходит на поле h4. Черные играют пешка c7 на c6. Поскольку чернопольный слон белых дезертировал с родного фланга, черный ферзь стремится на поле b6. Четвертый ход. Белый конь g1 на f3. Черный ферзь d8 на b6, нападая на пешку b2. Белая пешка b2 идет на поле b3. Черный слон c8 становится на поле f5. Белая пешка e2 на e3. Черная пешка e7 на e6. Белый слон f1 идет на поле d3. Черный слон f5 бьет d3. Белый ферзь d1 бьет слона на d3. Черный конь b8 на d7. У черных уже нет проблем, и при случае они могут перехватить инициативу. Второй вариант. Белый делает ход пешкой e2 на поле e3. Черные отвечают. Конь g8 на f6. Белый слон f1 идет на поле d3. Черная пешка c7 идет на поле c5. Белая пешка c2 идет на c3. Черный конь b8 на c6. Здесь уже плохо, так как подобное построение за черных подразумевает свободу передвижения белопольного слона. Пятый ход. Белая пешка f2 на f4. Каменная стена с переменой цвета. Черные отвечают. Слон c8 идет на поле g4. Конь g1 защищает ферзя. Он становится на поле f3. Черная пешка e7 на e6. Короткая рокировка у белых. Черный слон f8 идет на поле d6. Белый ферзь d1 идет на поле e1. Уходя от связки, слон g4 бьет коня на f3. Ладья f1 бьет слона на f3. Конь f6 становится на поле e4. И на доске равная позиция. Третий вариант, который мы будем рассматривать. Это второй ход белых конем b1 на поле c3. Эта система названа именем ее разработчика, советского мастера Гавриила Вересова. Белые хотят провести пешку e2 на поле e4. Может быть в два приема, в начале e2, e3, а затем e3, e4. Черные пошли конем g8 на поле f6. Белый слон c1 идет на поле g5. Черный слон c8 идет на f5. Белые играют пешкой f2 на поле f3. Черная пешка c7 идет на поле c6. Белый ферзь d1 становится на поле d2. Конь b8 идет на поле d7. Белые делают длинную рокировку. Черные отгоняют слона. Пешка h7 на h6. Слон бьет коня на поле f6. Конь d7 бьет слона на f6. Белая пешка e2 делает ход на поле e4. Слон f5 уходит на поле h7. На доске равновесие. У белых некоторое преимущество в развитии. Однако у черных нет проблем в развертывании своих сил. Четвертый вариант. Второй ход белых конем g1 на поле f3. Черные отвечают. Конь g8 на f6. В этом варианте у белых две возможности продолжить игру. Они могут пойти слоном c1 на поле g5, а могут сделать ход пешкой e2 на поле e3. Рассмотрим оба варианта. Итак, на третьем ходу белые пошли слоном c1 на поле g5. Это система торра. Черный конь f6 идет на поле e4. Слон уходит на поле h4. Черные играют пешкой c7 на c5. Белые подкрепляют пешку d4. Черный ферзь d8 идет на поле b6, атакуя таким образом пешку b2. Белые защищают эту пешку. Ферзь d1 идет на поле e1. Черный конь b8 делает ход на поле c6. Белая пешка e2 идет на поле e3, защищая d4. Черные играют слоном c8 на f5. Белый конь b1 идет на d2. Черная пешка e7 на e6. И игра равна. Теперь рассмотрим другой вариант третьего хода белых. Они играют не слоном, а пешкой e2 на поле e3. В этом случае черная пешка e7 идет на поле e6. Белый слон f1 на d3. Черная пешка c7 на c5. Белая пешка b2 на b3. Эта система разработана цукерпортом. Белые собираются фианкетировать слона, чтобы затем перевести коня на поле e5. Черные отвечают. Конь b8 идет на c6. Белый слон c1 на b2. Черный слон f8 делает ход на поле d6. Короткая рокировка у белых. Черные делают короткую рокировку. Белая пешка a2 идет на поле a3. Черный ферзь d8 идет на поле c7. У черных достаточно ресурсов для поддержания равновесия. Теперь возвращаемся ко второму ходу белых и рассматриваем его пятый вариант. Конь g1 идет на поле f3. Черные отвечают. Конь g8 на f6. Белая пешка e2 на e3. Черная пешка e7 на e6. Белые играют слоном f1 на поле d3. Черная пешка c7 на c5. Белая пешка c2 на c3. Черный конь b8 идет на c6. Белый конь b1 становится на поле d2. Главная идея системы калле заключается в удобном развитии королевского фланга и проведении в нужный момент пешки e3 на поле e4, после чего белые получают на королевском фланге активную игру. Шестой ход черных. Слон f8 на d6. Белые делают короткую рокировку. Черные делают короткую рокировку. Белая пешка d4 бьет c5. В случае, если черные развивают ферзевого коня на d7 вместо c6, белым нет необходимости меняться на c5 для проведения пешки e3 на поле e4. Черные отвечают слон d6 бьет c5. Белая пешка e3, e4. Ферзь d8 идет на c7. В этой позиции у белых два примерно равных по силе продолжения. Эта пешка e бьет пешку d, или ферзь идет на поле e2. Но в любом случае у черных равноправная игра. И последний, шестой вариант. Второй ход белых пешкой e2 на поле e4. Гамбит Блэкмора. Остроумная попытка застать черных врасплох. Но он не слишком серьезен для борьбы за дебютный перевес. Черная пешка d5 бьет пешку e4. Белый конь b1 на c3. Черный конь g8 на f6. Белая пешка f2 на f3. Пешка e4 бьет пешку f3. Конь g1 бьет пешку на f3. Черная пешка g7 на g6. Белый слон f1 на c4. Слон f8 на g7. Черным вполне по силам отбить не слишком подготовленную атаку. Компенсация за пешку у белых явно недостаточно. В качестве примера дебюта ферзьевых пешек приведем партию между шахматистами Брамайером и Дице, сыгранную в ГДР в 1971 году. Белые d2 d4. Черные d7 d5. Белый конь g1 на f3. Черная пешка e7 на e6. Белый слон c1. Идет на поле f4. Черный конь g8. Идет на f6. Белая пешка e2, e3. Черный слон f8 на e7. Белый конь b1. Идет на поле d2. Черный конь b8 на d7. Белый слон f1. Идет на d3. Черные делают короткую рокировку. Белые избрали систему, основная идея которой заключается в захвате ключевого пункта e5 и фигурно-пешечной атаке на королевском фланге. Черные должны сочетать разумную профилактику на этом участке доски с подготовкой контр-игры на ферзевом фланге. Седьмой ход. Белый конь f3 на e5. Черная ладья f8 идет на e8. Неоднозначный ход. Это неточность. Этим ходом черные ослабляют защиту важной пешки f7. И не принимают мер по нейтрализации активного коня белых. Следовало играть конем на e8. Продолжаем. Белый ферзь d1 на f3. Черный конь d7 идет на поле f8. Белая пешка g2 на g4. Конь f8 становится на поле g6. Белая пешка g4 идет на поле g5. Конь g5 бьет коня на e5. Позиция черных уже тяжелая. Сопернику удалось оптимальным образом развернуть свои силы и создать конкретные угрозы на королевском фланге. Одиннадцатый ход. Белый слон f4 бьет e5. Конь f6 идет на d7. Отбросив защитников короля соперника, белые комбинационным путем разрушают пешечное заграждение черного короля и начинают его прямое преследование. Двенадцатый ход. Белый слон d3 бьет h7. Объявляет шах черному королю. Король бьет слона на h7. Белый ферзь f3 бьет пешку f7. Конь d7 бьет слона на e5. Ферзь f7 становится на поле h5. Шах. Король с поля h7 уходит на поле g8. Пешка d4 бьет коня на e5. Важную роль в атаке играет белая пешка g5. Черные играют слоном e7 на поле b4. Белая пешка g5 на поле g6. Черный ферзь d8 идет на поле d7. Черные надеются укрыть своего короля на поле d8. Но белые легко пресекают все попытки к сопротивлению. Ладья h1 на g1. Ферзь d7 идет на поле b5. Ладья g1 на поле g3. Король g8 на f8. Ферзь h5 идет на поле h4. Ферзь b5 возвращается на поле d7. Ладья g3 идет на поле f3 и объявляет шах черному королю. И черные сдались.